Из-за угрозы распространения коронавируса, многие планы на летний отдых изменились. Более того, свои коррективы внесла и погода. Не секрет, что в последнее время участились дожди, и идея поехать на море тоже уходит на другой план. Но для многих туристов самым лучшим отдыхом остается отдых в горах. Одним из излюбленных мест у гостей нашей республики остается Махарское ущелье со своими живописными местами. Подробнее расскажет Аслан Гирюгов. С каждым годом желающих приехать и увидеть своими глазами красоту Махарского ущелья увеличивается. В связи с этим появляется все больше баз отдыха. Махар – это горная река, один из притоков Учкулана, впадающего в Кубань. В этих живописных местах вдохновение находят опытные начинающие художники. Отдохнуть от городской суеты и духоты приходят как жители Карачаева-Черкесии, так и других регионов. До пандемии на территории ущелья проходил молодежный одноименный форум Махар, одной из задумок которого было живое общение, ведь во многих местах не ловит связь, что очень нравилось участникам. Здесь все прекрасно, чистый воздух, горный, прохлада, жара не такая изматывающая, как в городе. Дети довольны здесь, играют, животных видят лесных. Мы довольны. Мы здесь в первый раз и нам очень понравилось. Приезжаете отдыхать и ни от чего вы не зависите. Спокойно, с лесом, как говорится, вместе животные бегают, то есть ягоду пошел, нашел. Это не то, что пошел в магазин, сходил, что-то купил. А это отдых, это для души. Гостям из других регионов Махар, помимо красивых пейзажей, может предложить источники целебного нарзана, прекрасный чистый воздух и незабываемые эмоции. Ведь в последнее время большую популярность набирает активный отдых. Здесь, на относительно небольшой территории, есть все, что нужно для замены отдыха в санатории. В свою очередь, отдыхающим напоминают о важности соблюдать чистоту. Ведь, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Многие туристы стараются не нарушать сложившуюся обстановку на территории ущелья, забирая с собой весь мусор. Мы приехали на природу, мы забираем его с собой, утилизируем уже потом по приезду домой. То есть, домой везем? Да. Ну, здесь утилизировать его нет, таких способов. Тут автомобили не приезжают, не забирают его. То есть, если какой-то мусор появился, его можно забрать с собой и там утилизировать. Но помимо отдыха на территории Махара проходят летнюю спортивную подготовку начинающие и профессиональные спортсмены. Ведь в Высокогорье даже при самых незначительных тренировках увеличивается выносливость. В нашей республике еще в советское время подобные подготовки проходили многие именитые спортсмены. Недавно в спортивном лагере прошли спортсмены «Дикой дивизии». Все хорошо, люди прекрасные, природа хорошая, воздух чистый. Вы сюда и детей привозите, да? Ну да, мы практически каждый год. Клуб «Дикая дивизия», президент клуба Азамат Кубанов совместно с ним. Приезжают они здесь, сборы проходят 10 дней, 10-12 дней где-то так. Помимо тренировок, чтобы детям скучно не было, обычаем, как барашку резать, как его разделывать, как костер разводить, стрелять из оружия, стрелять из лука, ножи метать. Все это вот действие учится. Чтобы почувствовать изюминку Махара, нужно оставаться здесь подольше. Многие отдыхающие отмечают, что дневная красота сменяется прекрасными ночными красками. В этих местах получаются прекрасные кадры звездного неба. Для многих людей здесь найдется то, что им по душе. Аслан Гирюгов Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия. Субтитры создавал DimaTorzok